Валерий Антонович, прокомментируйте, пожалуйста, ваше задержание и за что, как и почему Я находился в одиночном пикете, ты извинился? Да, 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 я снимал вас Возле меня находился сотрудник полиции, капитан Он вдруг потребовал от меня объяснение, я дал объяснение, с моих словом записал Я думал, на этом вопрос еще Но вдруг ему кто-то позвонил, ситуация изменилась и меня привели вот сюда Ну, говорили, правда, сказали, что все будет нормально, просто напишите новое объяснение Собственно, ручно Когда я пришел сюда, меня повели в кабинет небезызвестного подполковника Духмана Здесь мероприятие проводить нельзя, понимаете? Никак не смотрит Это наша земля, наша родина Воз есть хозяев земли Никто об этом не смотрит Сейчас это мероприятие здесь проводить Какое мероприятие? Скажите, назовите это мероприятие, как оно называется, это мероприятие? Мы что, в ремонтном проводим это? Мужчина, назовите это мероприятие, как оно называется? Есть один камень для этого места Какое место находится? Если нас не слышат Ребята, вы же не слышите Какой закон? Мы на газорте, мы на газорте Другого человека Должны же быть основания для приключения? Какие основания для приключения? Сейчас подойдут представители мэрии Которые объявят А вот они подойдут Я просто хотел с вами Предупредить, чтобы люди, честно говоря, знали Вы за порядок? Конечно, конечно Я обеспечу порядок 28 декабря 43 года Нас выселяли по закону По закону Нас всех выселяли по закону Ребята Это же был закон И вы бы стояли бы И сажали бы нас в автобусы Ребята Подожди Вот мой дед, он мог быть предателем? Он мог быть предателем? Хорошо, сейчас подождем Представители мэрии Он мог быть предателем? Нет, конечно Ну о чем тогда проблемы? Про это никто сейчас не говорит Про это никто сейчас не говорит Сейчас подойду Будем разъяснять Про тюльпаны, что ли, с тобой разговаривать? Про тюльпаны А про что с тобой разговаривать? Со мной не надо разговаривать Ну а что ты тогда взлаживаешься? Потому что это не заход Мы требуем Народ не нужен, тут не прав Оскорбляем Давайте все вместе свою честь отстоим Полицейские, вам разве не стыдно самим? Ребята У вас же у каждого были деды И есть деды Да, да, да Лукманов был в гражданке Заявил, что вот он Его отрывают от отпуска Я нахожусь в отпуске Я сниму Хорошо, хорошо Потому что я сейчас там находился в маске Я обычно на улице хожу без маски А в помещении одеваю Так вот Ну поначалу вроде бы Разговор Начался с того, что Что вы хотели сказать этим пикетам? Я говорю, я хотел сказать, что я поддерживаю хабаровчан Которые борются за свой выбор Начал ему объяснять, что федеральные власти поступили очень некрасиво Когда арестовали губернатора Которого народ выбрал И увезли в Москву Кем бы ни был этот губернатор И вот тут он прицепился А вы что, поддерживаете фургала? Я говорю, у меня что написано, что я поддерживаю фургала? Да вы знаете, как он преступник? Я говорю, ну пусть суды приняли Пусть даже если он и преступник Но тогда, говорю, об этом Если вы знаете, что он преступник Значит, об этом знала федеральная власть А он был трижды депутатом Государственной Думы Ну вот мы зацепились И он тут перешел на личность Начал кричать Я тогда встал, я говорю, выйду из этого кабинета И этот подполковничек В гражданской одежде Ударил меня в плечо Я отклонился, в смысле Получил удар, я Пошатнулся Он говорит, садись, ты из моего кабинета не выйдешь Я говорю, ты завзел Тут мы перешли на личности Я стал материться Я не скрываю Потому что мы были в кабинете Он первый начал меня оскорблять Обозвал меня сволочью Ты конченая сволочь Я говорю, знаешь что, парень Давай выйдем на улицу и спросим У тысячи человек И я уверен, что все тысячи человек тебя сволочью обзовут После этого он немного... А капитан сидит и слушает Я капитана предупредил, ты будешь свидетелем Я специально придаю огласке это дело Он будет свидетелем И если капитан будет врать Значит он такой же подлец, как этот Дукманов А Дукманова я намеренно сейчас буду действовать так Чтобы этот Дукманов вообще не работал в этом органе Не место таким людям так В отпуске он был и не в отпуске Меня это не волнует Соложенок он, между прочим При этом Младше меня намного Тыкал мне, толкал меня Думает, он в кабинете погоны одел И он царь бог Потеряет работу, подумает, плакать будет Вот и все Все на этом Пойдем Хорошо, Валерий Анатольевич Завтра мое заявление ляжет прокуратур Все хорошо, отлично Подошел Семен Николаевич Семен Николаевич